Прискакала. Кошка, Буська. У нас сегодня такой сильный мороз, но зато светит солнце. Прекрасное морозное осеннее утро, почти зимнее. Где-то остался один кролик, надо его куда-то сбыть. Ух ты, мороз настолько сильный, что банку раздуло. Что ты балдеешь, что корма вообще много у него, вдоволь. Живёт себе, объедается. Сегодня у нас план таков. Нам нужно вот эти уля на зимовку переставлять. Будем это всё дело вот сюда, к тем улям ставить, в дальнейшем сеткой всё это обтягивать и камышом накрывать. После как снег нападает, снегом это всё засыплю и до весны так будет стоять. Сегодня был, потому что сильный мороз. На речке лёд уже практически до середины дошёл. Думаю, ещё пару деньков и всё. Речка полностью скроется льду. Лёд прозрачный, красивый. Сейчас спустимся, посмотрим. А пчёлки у нас всё, уже зимует. Облёты все прошли. Тёплые деньки закончились. Лёд настолько прозрачный, что как бы будто льда и нету. Но он есть. Рыбки там плавают, всё видно. А вот тут, как мы сейчас видим, лёд практически до середины дошёл. А тут течения нету, и поэтому он как бы хорошо сковывается в морозы. Бусян, драй, до сюда. Как тебе такая погодка? Нравится, да? Вчера настолько мышек съела, полевых, когда сено завозили домой. Ай, красота. Солнышко, небольшой участок травы разогрело. Такая зелень, как весной. Курицу все прям кинули сюда её грызть. Вообще красавчики. На солнышке прям, я вам скажу, очень тепло. Припекает. Но руки мёрзнут всё равно. Всё, я добрался до этого камыша. Максимально прям шикарно получилось. Он вот находится на берегу. Мне повезло. Я думал, в воду придётся залазить. Он ещё тут такой высокий, прям красотень. Также тут у нас лёд имеется прозрачненький. Но я на него не буду рисковать заходить. А то ещё провалюсь. Сейчас этой косой мы его весь скосим. Верёвкой свяжем и домой понесём. Покажу вам потом, что получится. Такая вот куча камыша получилась. Всё, устал. Я ухожу домой. Сейчас как-то постараюсь это всё дело транспортировать домой. Если не получится на руках отнести, придётся на велосипеде приезжать. Машина эта точно не полезет. Всё, улья я перенёс на своё законное место. Здесь они будут назимовать. Пчёлы, конечно, немножко разозлились. Некоторые пчёлки начали вот мусор выкидывать. Пока есть возможность. Сейчас все литки закрываю вот таким вот образом, чтобы никакая мышь не пролезла. Дальше ещё моры везде тут рассыплю в разные мисочки. Ну и в конечном итоге будем это всё дело камышом накрывать. Потом покажу, что получится. Моё собственное изобретение по утеплению улья камышом. Вот так это всё придумал. Большой слой камыша получился. Всё утеплил. Как снег нападает полностью, эти все улья засыплю, получится как термос. Внутри будет и воздушная прослойка, камыш и снаружи снег. Думаю, пчёлы перезимуют. Но об этом мы уже весной узнаем. Что получится из этого, потому что пчёл всё-таки первый год держу. И как бы опыта никакого пока что нет. В интернете я не видел, чтобы кто-то вот так вот к зимовке пчёл готовил. В общем, эксперимент. Кому интересно, подписывайтесь, посмотрим, что весной получится из этого. Сейчас эти улья буду убирать куда-нибудь на хранение и всё как бы. Спустя неделю решил записать концовку. Вот так у меня улья тут стоят уже. Снег три раза выпал и растаял. В общем, таким вот образом всё накрыто сейчас. Я после того ролика съездил ещё тут. Привёз немного камыша и с той стороны укрыл крышу, укрыл. И вообще слой побольше сделал. Чтобы получше всё у нас тут перезимовало. После снега уже конкретно нападает, засыпем. Будет красота. Теперь вот всё. Всем пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok